Добрый вечер, уважаемые телезрители! Эфир телеканала 24KZ продолжается программой «Экономика» и я ее ведущий Алишер Кожезбаев. Тема нашего сегодняшнего эфира – это рынок фармацевтики, в основном производственной фармацевтики, потому что, во-первых, это вопросы национальной безопасности, так и без преувеличения, я думаю, можно сказать. Во-вторых, это в принципе, то есть пандемия показала, что это очень перспективный рынок и, собственно говоря, это рынок, в котором всегда был некий потенциал для экономики нашей страны. Итак, поговорить о фармацевтике, поговорить о производстве. Мы сегодня пригласили уважаемую Ли Елену Эдуардовну. Она является, во-первых, председателем Альянса инновационно-индустриального развития AIID и, во-вторых, просто экспертом в области фармацевтического производства. Елена Эдуардовна, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо вам большое за предоставленную возможность, за очень злободневную тему. Прям приятно, что такое внимание к этой отрасли. Спасибо. Ну, я вас очень благодарю, что вы время нашли. Злободневную, пусть будет добродневная тема. Да. Ну, давайте с этого и начнем. На самом деле, это, по-моему, на моей памяти, это первая наша передача, посвященная фармацевтике, а рынок, в общем-то, большой. Как бы вы могли его охарактеризовать? Вот чтобы с какого-то вопроса так начать, наверное, общую какую-то ситуацию, может быть, вы могли нам рассказать? Что происходит на этом рынке сегодня? Хорошего, плохого? Ну, надо сказать, что на сегодняшний день есть очень много хорошего. Были программы ФИР-1, продолжение было ФИР-2, наши знаменитые все эти программы, в которых мы тоже участвовали, успешно участвовали. Мы абсолютно точно можем с благодарностью сказать, что совместно с государственными органами, благодаря всем госпрограммам ФИР, в том числе, закупка с единого источника, такие создались институты, как СК-формация и так далее, мы смогли совместно вместе сделать внедрение культуры применения одноразовых изделий, что очень сильно помогло как раз-таки в пандемию, понимаете? Если бы не было этих поддержек, я считаю, было бы очень сложно. Мы это видим на соседних странах сейчас, в примерах, что мы ездили в Узбекистан, Таджикистан, там еще очень далеко до такого индекса применения одноразовых изделий во всех госучреждениях, как у нас. Тем самым мы, конечно, что мы в итоге сделали, это мы, внедряя культуру, большую роль, значит, выполнили в области профилактики внутри больничных инфекций, а это превентивная медицина. Ну, самое сложное, наверное, когда ты можешь предупредить, очень сложное сейчас, вот мы все видим, сегодня кори распространяется, скарлатин, это мы уже такие забытые инфекции, я уже про ВИЧ не говорю, да, поэтому это сегодня не только в нашей стране, во всем мире всегда внутри больничной инфекции, это очень большая проблема. И увидев ее очень много лет, 25 лет назад, мы стали эту направленность развивать, и на сегодняшний день добились, ну, я думаю, одних из самых высоких показателей в СНГ по применению всех одноразовых комплектов, стерильных перчаток в наших леч-учреждениях. Ни одна операция сегодня без этого не начинается. Поэтому то, что в пандемию мы пригодились всей стране, это тоже, ну, так, случайно, наверное, или не случайно, нашей компании удалось пригодиться на таком серьезном уровне, весь коллектив очень гордится этим. О хорошем тоже надо говорить, но тем не менее, а давайте о проблемах. Вот у нас есть первое, да, мы однозначно сами себе не обеспечиваем. В нормальной рыночной экономике мы себя сами, наверное, не должны обеспечивать, но только не медициной, потому что базовые, особенно базовые медикаменты, ну, практика показала, когда пандемию, никто никому не экспортирует. Надо иметь свое. Мы свой рынок сегодня на 100% не закрываем. Более того, пандемия показала, что это имеет огромный экспортный потенциал. Мы тоже особо, по-моему, не по-моему, мы уж точно в каком-то очень существенном для страны количестве ничего не экспортируем. А хотелось бы. Это предприятия слабые, это государство условия не создает. Где здесь проблемы? Как на рынок, если посмотреть на это? Вы абсолютно правы. И президент тоже дал такой наказ довести отечественное товаропроизводство фармацевтическое именно как до 50%. На сегодняшний день это всего лишь 16-17%. Как знаете, мы индустриальщики, мы те, кто, как говорится, снизу работаем и видим все, как это можно сделать реально. И реальную картину доведения этого показателя до 50% мы точно знаем. Для этого мы создали даже альянс, видя, что у всех производственников по сути одни и те же проблемы. И очень хочется помочь президенту, потому что это правильное назидание. Потому что вы тоже сегодня подчеркнули, что есть отрасли, которые нужно поддерживать несмотря ни на что. Потому что это биобезопасность, это страны, это всего населения, и фармацевтика должна быть в первых рядах. И мы же убедились уже в пандемию, когда все закрыты были границы, локдауны, когда, извините, американские самолеты прям перекупали выкупленные итальянцами респираторы, маски. Да, это же прямо всем известный факт, до сих пор итальянцы очень сильно обижены на американцев, потому что у них умерли врачи. Первое, куда пошла после Китая пандемия в Европу. Слава богу, что мы успели ввести локдаун, и мимо нас пандемия пошла и в Европу, и в Америку, и только потом, через 5 месяцев вернулась к нам. И первое, с чем столкнулся мир, что таких изделий, которые, допустим, мы производим, или другие лекарственные средства, они важны, вся фармацевтика. Ну, во всяком случае, наших изделий за пределами Китая не было нигде, потому что еще есть такой показатель качества, как бы, как международные стандарты. И соответствующий международным стандартам производства, не так много за пределами Китая, мы оказались одни из немногочисленных, может быть, даже единственных, потому что заказы к нам шли от Сингапура, Гонконга до Швейцарии, честно. И в этот момент я четко поняла, что есть отрасли, которые нужно даже, вот если честно, взять Швейцарию, Францию, они после этого открыли. У них очень дорогая рабочая сила, одноразовые изделия всегда стоили дешево, они должны стоить дешево, чтобы сменность иметь такую, таковую, ради чего мы и производство создали в свое время. Поэтому эти страны, они создали у себя, несмотря на дорогую рабочую силу производства, и сейчас они все поддерживают эти заводы, дабы бояться снова повторений. В случае, если снова закроются границы, а кто будет спасать свое население? Поэтому есть приоритетные виды направлений, которые нужно государству поддерживать, несмотря ни на что. Понимаете, это же все-таки не пищевые бизнесы, которые, ну, понятно, три раза в день кушает человек, а медицина это достаточно узкопрофильная. Мы никогда на масках, респираторах абсолютно не профилировались, у нас было 16% в портфеле их. В основном это были противотуберкулезные инфекции какие-то и так далее. На сегодняшний день мы очень озабочены биобезопасностью для нашего населения, потому что все-таки нужно смотреть еще и на качество. Это несмотря на то, что должна быть очень дешевая цена, и, повторюсь, мы в этом заинтересованы, потому что мы для этого открыли производство даже для того, чтобы удешевить эту продукцию. Было оно тогда качество Америки, Франции я завозила, когда только начинали. И идея пришла-то производство, чтобы сделать ее доступной для всех врачей. И сегодня мы точно видим, что эти все показатели стандартов качества как-то очень сильно после пандемии снизились. Меня это очень заботит и обеспокоена я тем, потому что первые, кто стоят врачи и вот в больницах, они, конечно... Ну, мы же видим сегодня, какие происходят пересечения потоков, заражения, какие инфекции сегодня, о которых мы забыли уже. Я же говорю, та же кори. Это вообще уже давным-давно забытые инфекции. Конечно, это нужно немножко как-то превентивно искоренять. И вот применение одноразовых изделий – это одна из немногих, но, конечно, достаточно серьезных задач для государства, как мы увидели в том числе. Мы еще видим решение, знаете, мы же не любим критиковать, мы на самом деле хотим помогать. И меня очень беспокоят в случае, не дай бог повторения, стратегические запасы страны. Ни один завод не может... Вот представляете, в мирное время мы работаем на противотуперкулезной инфекции, допустим. Это вообще очень маленькое количество их. А в случае, когда наступают такие моменты, одномоментно требуется очень тысячекратное возрастание потребности. Только спасут стратегические запасы. Но стратегические запасы, опять-таки, качественных изделий. Более того, мы предлагаем возобновляемые источники. То есть остался год до окончания срока годности, можно это использовать в больницах. И снова теми же качественными поставщиками-производителями этот баланс пополнить. Тогда государство будет защищено в любых условиях. Это касается не только наших изделий, но и лекарств и всего остального. Понимаете, мы же помним, как был дефицит от парацетамола до термометров. Все это... Маски особенно, вообще же нигде не было. Конечно. То есть нужно всегда делать выводы над ошибками. И сейчас хотя бы, ну, как всегда быть готовыми к рискам, которые сейчас очень могут быть. Мы же видим, миграция какая. Если раньше, там, пока придет какая-то там из Америки что-то, мы думаем, ну, через год. А сейчас это все в течение двух недель смотришь, и у тебя уже какие-то там непонятные инфекции, о которых мы не слышали. И все это миграцию тоже не остановить. Люди уже не могут как бы сидеть, да, заперти их. Всем не нравится это. Но единственный способ – это хорошая, правильная, грамотная профилактика. На всех этапах мы проводили, ну, на наши 25-летие компании в мае большой-большой форум безопасность риски, возможности их предупреждения. И мы вывели большую резолюцию, по-моему, 38-40 пунктов, где мы предлагаем решение даже, а как с этим бороться, а что надо сделать. На сегодняшний день мы видим, что очень такая карательная, знаете, политика управления в области выявления этих инфекций в больницах. Если ты выявишь там сразу штраф главврачу и так далее, ну, кому хочется это выявлять? Мы видим решение, мы это предлагаем. Нужно, наоборот, находить причину этих инфекций и финансировать их устранение. И таким образом, ну, это открытые источники, во всем мире показано, знаете, показали, от 6 до 8% в Европе внутри больничной инфекции. У нас там 0,1, у нас все прекрасно. Но почему-то у нас же заражаются в больнице ВИЧ-инфекциями, да? Ну, не хочется это говорить в эфире, но, к сожалению... А нет, лучше прямо. Лучше прямо, это же было. Это открытая информация, все знают. Чтобы этого не было, нужно, наверное, все-таки вот такое применить решение управленческое, которое нивелирует в целом. А там уже причина может быть плохой вентиляции, плохом обучении сотрудников, недостаточном обеспечении одноразовыми изделиями. Может быть, разные причины. И тогда, когда ты финансируешь устранение этой причины, ты можешь точно нивелировать последующие все проблемы во всей стране, не только в одном ЛПУ. И поэтому я считаю, что очень важно после любого такого форс-мажора, как, например, пандемия, ну, сделайте ошибки, работу над ошибками превентивно. И над этим поработать. Второй вопрос, который вы очень хорошо задали нам, это возможности экспорта. Это правда. Вы знаете, я считаю, что фармотрасль одна из немногих, которая реально, ну, может быть, у нас экспортоориентированной в силу того, что у нас нет открытых путей морских. Транспортные и логистические пути очень дорогие. И мы понимаем, что, а что можно возить самолетом? Ну, как бы, фармотрасль – это одна из немногих, которая может быть визитной карточкой страны. Но промышленно-индустриальная фармацевтика – это даже не лабораторная. Это очень серьезные, большие кластерные подходы. Я везде об этом говорю. Конечно, здесь тоже надо вкупе с государством. Есть очень много у нас задач, связанных с экспортом в области регуляции. Мы вот прилетели недавно с коллегами с Марокко и увидели, что у них в Африке все СИИ и ФДА регуляции. Понимаете? Но мы, как частная компания, можем, мы получаем сейчас СИИ-сертификаты в Португалии, но это очень дорого. На все 300 номинований нам, как среднему бизнесу, это очень неподъемно. Что касается госрегуляции, здесь нужно им соответствовать. Мы, например, участвовали в прошлом году Arab Health Дубая на выставке большой. И там поняли, что мы даже ни в Африку, ни в страны арабские не можем ничего экспортировать, пока не продадим ничего в Европу. И только после этого получить можем арабский сертификат, и только после этого мы можем куда-то там претендовать. То есть, по сути, экспорт нам везде по регуляциям как бы закрыт. В свое время, когда была пандемия, нашей компании на два года даже внутри страны экспорт закрыли. Мы тогда, конечно, с пониманием отнеслись, потому что это нужно для нужд государства. Но теперь, когда мы выполнили первые эфиры, из которых два года было закрыто, коллектив, конечно, хотел бы какой-то поддержки, потому что это впрямую влияет на национальную безопасность страны. И те, кто разбираются в производстве, как это делать, качество. И это же не только сам продукт, это еще условия, надлежащие производству. А это вентиляция, это потоки воздуха, а это потоки людские, чтобы не пересекались, не дай бог. И это очень большие привычки, мы обучаем персонал годами. У нас 500 человек обученного персонала. И сейчас его потерять из-за того, что нет госзаказов, а экспорт мы не успели нарастить из-за закрытия экспорта, я считаю, это небезопасно для страны. То есть экспорт был, его прекратили на время пандемии, а теперь нужно время, чтобы его восстановить, потому что что? Потому что долго там проходить процедуры или долго здесь проходить? Процедуры там долго проходить. У нас регуляции тоже все в области, знаете, Советского Союза, я считаю, застряли, которые требуют, даже чтобы тебе страны ЕЭЭК экспортировать, нужно сначала зарегистрировать. Сейчас идут процессы гармонизации, но они уже очень долго идут, лет 5 или 6, не знаю, когда закончатся. Зарегистрировать что? Чтобы зарегистрировать любое из изделий, которое можно продавать потом либо в России, либо где-то еще. Сейчас мы очень большие деньги тратим на все эти регистрации в других странах, но, конечно же, нас никто там из даже бывших наших хороших партнеров не ждал. За два года все нашли других себе поставщиков, поэтому, конечно, нам нужно время. Любой процесс фармации очень длительный. Даже вот просто захотеть там продавать, ты можешь только через год после того, как пройдешь все регистрационные... Ну да, логично. Значит, нужно время восстановить. И теперь, если я вас правильно услышал, вы говорите, я не очень понял эту фразу, что закупки снижаются внутри страны, а что у нас потребностей стало меньше. Я так понимаю, вы говорите, пока у меня покупай, пока я не наращу снова экспорт. Да, потребностей не стало меньше, а даже больше, но, знаете, закончился у нас срок обязательств по ФИР-1. И мы, конечно, одни из тех, кто инициировали два года назад продление, хотя бы там на три года, вот сейчас 110-й приказ вышел. Но почему-то он не касается тех, кто первыми зашел в ФИР. Что за приказ, что за ФИР? Ну, ГПФИР понятно. ГПФИР понятно, да, это программа... Да, это государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития. Точно. Мы были одни из первых, мы туда зашли. И как бы очень пригодились стране вот в момент... А на сбыт влияет как-то? Она влияет полностью на сбыт, потому что благодаря ей имеется 10-летний контракт с государством. А, окей. И он закончился, да. И он закончился. Но за этих 10 лет, вы же понимаете, вот два года был закрытый экспорт. Мы всех потеряли. Как бы сейчас, чтобы нарастить, это нужно время. Тем более сейчас такой ажиотажный рынок. В пандемию стало столько производителей. Частично, знаете, я вам скажу, чтобы стать производителем, специалистом нашей отрасли, нужно минимум 5 лет. И все эти новые производители, они далеко не сразу, знаете, обретут компетенции, силу, да, в производстве качественных изделий. Поэтому здесь нужен как бы такой, ну, наверное, государственный подход в защите своего населения. Нельзя покупать на базарах, на тендерах. Вот нас сейчас выкинули на тендер, а там по наименее дешевой цене, вы знаете. То есть, а цена, что это такое? Это может быть без фильтра маска, это может быть еще что-то. И я очень переживаю, потому что это же небезопасно, многие не знают, просто не знают. Я правильно услышал? Вот опять же, извините, слышу, что я-то уже опытный ведущий. Слышу, политично вы говорите. Я еще до этого записал фразу, которую вы говорили, что стандарты качества снижены. В смысле, у нас менее качественные стали покупать? Ну, когда идет ценовая только очень сильно приоритизация в тендерах, то, конечно, да. В тендерах, например, к нам, как производителям ФИРа, было всегда требование международных стандартов ИСО-13-485. На сегодняшнем тендере это вообще нет требования. И получается, там даже класс 1, класс 2, они как-то разделили эти медизделия. Я говорю, какая разница? Это все идет стерильное, не стерильное, все в медучреждение. Все должно быть произведено не в гараже, извините, как это там в картинках бывает, а в очень серьезных чистых помещениях. Для этого мы большие инвестиции вложили, чтобы иметь такие помещения, как термос, знаете, очень дорогие помещения, как бы здание в здании. И внутри очень серьезная до 30% стоимости завода вентиляция, которая обеспечивает чистый воздух. Значит, если я правильно услышал, меня еще, сори, объясню и вам, и всем, меня очень интересует экспорт. В нашей стране есть, скажем так, точно уже вопросы с платежным балансом, есть вопросы с госбюджетом, он дефицитный уже 10 лет, даже больше. Для этого нужны новые налоговые поступления. Я, если я правильно услышал, чтобы мы начали зарабатывать как страна на фармацевтике, нужно выйти на экспорт. Значит, проблема ваша сегодня, если я правильно понял, что в пандемию рынки оборвались, а сегодня государство из-за своих же внутренних процедур поддержать не может, потому что вынуждены выбирать самого дешевого, который, скорее всего, там какой-нибудь, какой, киргизский, китайский, какой-нибудь еще. Разный. Окей. Хорошо, а вот как, скажем так, вот, допустим, все, что производители просят, сделали, стали покупать, стали покупать дороже, качественное. Да, бенефит мы получили сразу, то есть врачи, допустим, одеваются в более качественное, снизилась заболеваемость. Это, конечно, очень важно, но программа про экономику. Допустим, мы сделали эти условия, более того, допустим, помогли с регистрациями, помогли бизнесу быстрее и легче регистрироваться. Тогда, после всего этого, как сделать так, чтобы количество предприятий доросло до такого уровня, чтобы нам еще и на самих себя хватало, еще и на экспорт хватало. Как вот у нас с нефтью, у нас хватает на самих себя, еще и столько остается на экспорт, что вся страна на этом живет. Я, конечно, понимаю, что сегодня это выглядит как утопия, но как бы вот к этому прийти? Нет, это не утопия, это на самом деле очень даже возможно. Мы увидели как раз-таки эти возможности, и для этого создали альянс инновационно-индустриального развития. Мне очень хочется помочь нашему президенту, прежде всего, я прям зачитаю, у него в послании, вот от 1 сентября, он так и сказал, через новую промышленную политику нам предстоит перейти к качественно другой модели развития. И мы видим эти возможности, у нас очень богатая страна ресурсами, землей, шикарные у нас профессиональные кадры есть. Мы можем стать визитной карточкой индустриальной, и фармкластер может быть один из. И знаете, строительство фармкластера для меня лично, ну вот такая цель, я думаю, что если мы сможем его построить, то это точно обеспечит индустриальными запасами и обеспечит биобезопасность всей стране. Ну, очень мне хочется этим пригодиться, и я для этого, наверное, сегодня тоже здесь, потому что есть очень много, как вы сказали, заградительных мер, которые мешают инновационному, вот этому всему инвестиционному климату. Что вот мы уже второй год там землю пытаемся получить, пытаемся там какие-то привлечь инвестиции, на нас сейчас очень много идут инвесторов, Корея, Китай, Швейцария, буквально вчера с Германией мы разговаривали. Мы хотим привлечь внимание к отечественным производителям. Знаете, инвестиции идут на нас, не на государственные даже программы, а именно на бизнес. И если отечественный производитель будет чувствовать себя вольготно в своей стране, то, уверяю вас, мы лично сможем привести сюда очень много инвестиций. Однако сегодня мы вложили очень много, вот последний наш завод по выпуску шприцев, и мы уже тоже целый год не можем получить больше года разрешительных документов. Уже все прошли, все аудиты прошли, все сдали, все регистрации прошли, завод построили. Но никак не можем там какой-то последний приказ получить по ценообразованию, еще не последний, еще будет там 77-й, потом 88-й, потом еще. В общем, у нас такая длинная процедура, когда таких много процедур, я считаю, какое-то несистематизированное, знаете, непонятное. Ну, хочется, чтобы это было очень гладко, быстро, раз инвестировали, нужно сразу поставлять. У нас высококачественные шприцы, японско-корейское оборудование. Хочется, чтобы наши граждане быстрее получили безболезненные, инъекционные изделия, которые прямо они все мечтают. Мы провели недавно большой такой ивент для бизнеса, им всем очень понравилось. Конечно, хочется, чтобы больницы тоже были этим обеспечены. Вот поэтому такие длительные процедуры, я считаю, они точно не способствуют ни экспорту, ничему, ни привлечению инвестиций. Как бы, однако, фарм-кластер, это не просто там возможность экспорта, инвестиций, привлечения там. Это все-таки безопасность страны. Я считаю, фармацевтика, пищевая безопасность, вот мы с вами говорили, это те приоритетные отрасли, на которые нужно внимание, как правительство всех, наверное, органов, министерств, ведомств, бизнеса в том числе. Потому что это то, что, ну, социальные отрасли самые, это то, что первое страдает и первое выручает в случае каких-то бед или, там, форс-мажоров. Вот, поэтому, когда будет такая комплексная политика видения, куда нам идти всем вместе, да, и тогда мы можем прописывать риски безопасности, как в Японии. 50 лет у них есть такие, знаете, программы, и, конечно, там очень легко прописать все возможные, какие можно. Они поэтому спокойно спят во время землетрясений или, там, не выходят даже из зданий, потому что у них риски прописаны, они все делают заранее, что очень сложно сделать одномоментно. Вот здесь, кстати, подобрались к важной теме. Значит, я хотел бы уточнить, правильно ли я услышал. От разного бизнеса слышал не раз. В данном конкретном случае, вот вы такой яркий, мне кажется, пример привели. То есть я правильно понимаю, что Гопефир вам помог? Да. Вот Гопефир – это программа, которая, условно говоря, когда садится там, ну, министр, зампремьер, премьер, в итоге все это заносит главе государства, все в курсе, делается какая-то верхнеуровневая программа, которая реально, оказывается, способна помочь. И каждый раз все бизнесы упираются вот в эти вот низовые дурацкие процедуры. Получение земли, вы мне напомнили сейчас в этот случай, вот этот вот стартап «Серебро», помните про него? Да. Человека такие огромные деньги сейчас привлекает в Саудовской Аравии, оказался там нужным, здесь ненужным. Как так, чтобы какое-то разрешение не получил. Акимат, в моем понимании, должен, если мы признаем, что это важно, если само руководство страны признало, что это важно, если все правительство признало, что это важно, нужно толкать и развивать, значит, условно, каждый, как мне кажется, там, местный исполнительный орган и каждый его сотрудник должны быть, по большому счету, ну, так, наверное, грубо скажу, по большому счету, главными менеджерами по продажам, которые должны, наоборот, привлекать и говорить, давай у меня, давай у меня, давай в моей области. Я так понимаю, вы по итогу землю не можете получить для чего? Для завода? Для чего? Для всего, вы понимаете, не для одного завода, фармкластера. Почему? Вот, а что такое фармкластер, я вот хотел по-другому спросить. Это однонаправленный, индустриальный какой-то выделенный участок. Почему? Потому что фармацевты мы должны производить в абсолютно чистых условиях. Мы чистим воздух, воду, у нас очень большие инвестиции уходят для того, чтобы все это содержать в чистоте. Нам рядом соседство в виде цементного завода или какого-нибудь песочного просто нельзя. У нас должна быть очень большая санитарная зона. Санитарную зону обеспечить очень дорого одному заводу, вот 2 гектара, допустим, понимаете. Поэтому нужно делать такую кластерную политику, где, допустим, 100 гектаров, все однонаправленность. И там можно, знаете, сообщать, делать общее складирование, общее административно-бытовые комплексы, там какие-то общежития, лаборатории. Это же все недешево. Хорошее решение. Да, конечно. Ну, это не новое, это вообще я никого не удивлю. Это решение, которое всегда делалось. Вот, например, в соседнем Узбекистане 8 фармкластеров индустриальных. У нас немножко под кластером другое понимают. Вот там сейчас мы фармпарк видели в Узбекистане, и в Ивари, и клиника, и все. Не вкупе, конечно, но именно индустриальное все одно. Например, у нас есть требование к производственникам пожарное депо иметь. Но если у тебя всего 2 гектара, представляете, где там пожарное депо? Это же очень, ну, и смысл не имеет. Да, а на кластер иметь депо, это прямо обязательство, и это выгодно всем, понимаете? Все на это скинутся с удовольствием, или это будет государством как-то решено, как должно быть. На СЭЗах, и потом, если это приоритет на отрасли, она должна быть, как вы сказали, с свободноэкономической зоны, потому что сегодня фармацевты от торговых, производственных... У нас нет НДС, но в области налогов мы ничем не отличаемся. Однако фармацевтические производственные процессы длинные, и это получается год экономика, да, оборачиваемости средств, а у торговли это может быть до 6-8 раз в год. Соответственно, кому выгодно, ну, кем мне выгодно быть предпринимателю? Конечно, мне не выгодно заниматься заводами. Мне выгоднее быть просто дистрибьютором, скажем, да, торговым агентом. А если это будет... Это важная высота. Конечно, а если это будет свободноэкономическая зона, с фармонаправленностью, и там тоже там столько непонятных есть противоречий, знаете, как в СЭЗ нельзя заходить старым проектом, только новым. А это же имя, это же Гудвилл, это бренд, или какие-то старые... Почему нельзя старым? Ну, такое у нас законодательство. А логика интересная? Ну, не знаю, какая логика. Мне всегда интересно, потому что всегда же интересно две стороны слушать. Да. Но вы же как бы как больше, как... Я понимаю, что вы... Стартапы. Стартапы нужно было заводить в СЭЗ. Наверное, такая логика, я сейчас понимаю. Но это неправильно логика. Ну, я тоже так думаю. СЭЗ, это же критическая масса, скажем так, интеллекта в какой-то отрасли. Конечно, она же не может раз и быстро возродиться. Это накопленный эффект имеет, совершенно верно. Более того, там есть закон, который до сих пор я никак не знаю, как поменять, что на стартапы у тебя там идет 2 умножить на МРП, а на развитие и модернизацию 5 умножить на сколько это МРП, это в 5 раз больше, чем даже на стартап. Это где же столько миллионов идет. Ну, никогда так не развивается. Всегда развивается любое предприятие ежемесячно, еженедельно, ежегодно, поэтапно. А не так, что какими-то там бросками, еще и больше 3 раза, чем стартап. То есть это тоже норма экономического какого-то закона для СЭЗов. Она тоже не совсем правомерная. Вот здесь готов искренне поддержать, наверное. Я правильно слышу? Я вот, знаете, один из немногих разов, когда я это слышу. Я сам много лет посвятил бизнесу. За что я не люблю предложения бизнеса? Предложения бизнеса начинаются с фразы «Дайте нам из бюджета больше денег». И заканчивается фраза «Дайте нам из бюджета больше денег» и желательно, чтобы мы их могли не возвращать. Если я правильно понимаю, здесь деньги не нужны. Регуляторика нужна. Регуляторика. И для этого мы думаем, что вот то, что вы сказали, нет комплексного видения, да, то есть акиматы. Они же все, понимаете, тут земля, решение других органов, тут Минздрав, тут регуляторика. А нет, знаете, какого-то вот круглого стола, за которым все могут услышать, выработать одну дорожную карту. И очень быстрое скольжение сделать для того, чтобы экономикой малый и средний бизнес росли. Это же вообще платформа любой национальной экономики. От этого будет больше налогов в бюджет. Не так, что там просто сидеть, вот как сейчас, социальный налог решили там, да, за счет кого-то поднятия. Ну, я считаю, что лучше это делать упором на рост малого-среднего бизнеса. И мы, как Альянс инновационно-индустриального развития, мы сейчас открыли уже пять комитетов различной направленности, не только фармацевтической. Фармацевтической, пищевой безопасности, строительство, энергетика, легкая промышленность, химия и так далее. И мы просто хотим вместе с госорганами, как сказал президент сегодня, госорганы и бизнес должны быть едины в том, чтобы поднять экономику страны. Мы хотим просто сесть за один стол и отработать механизм. А как же сделать так, чтобы малого-среднего бизнеса у нас было много, чтобы это была опора государства, 80% хотя бы, чтобы мы достигли. И тогда это будет очень устойчивая национальная экономика. Мы знаем как, мы видим все изнутри, мы готовы, открыты к диалогу, мы хотим помочь. Вот это, в принципе, такой основной посыл, наверное, где наш Альянс может пригодиться стране. Ну вот это и есть, по сути, то, чему предстоит заняться новому правительству. Понравилось, что вы сказали, честно признаюсь, откровенно, потому что да, в этом эфире не раз у меня были споры с людьми. То есть я понимаю, что все, бюджет у страны, он и так дефицитный. Вот больше уже денег нет. Но регуляторика, вот мне откровенно сказать, настолько прямо это казалось странным. Значит, было 128 тысяч требований к бизнесу тех или иных. Итого 128 тысяч. Значит, запустили целую, ну скажем так, программу, что ли, которая называлась регулирование с чистого листа. С чистого листа. Все стереть и посмотреть заново, что снова надо регулировать. По итогу, с моей точки зрения, честно говоря, закончилось все это дело формальностью, потому что было 128 тысяч, провели целую программу, осталось 118 тысяч. Один из президентов Индии на аренде сказал, продавайте где хотите, но производите в своей стране. Понимаете? И нам нужно с вами добиться просто, чтобы максимально было удобно и комфортно бизнесу здесь заниматься производством. Индустриализация, особенно в глубину, у нас есть ресурсы с вами. Но давайте будем думать, а как сделать так, чтобы было выгодно здесь обрабатывать кожу, раз мы так много потребляем мяса, да, или там делать так, чтобы мы в конце концов здесь все свои недр использовали бы не в сырьевом режиме, а в переработке, чтобы была добавлена стоимость на всех этапах. Это же рабочие места и налоги, и в конце концов добавленная стоимость. Но нет другой формулы Алишер, благосостояние государства, кроме как индустриализация. Вот, ну, научите меня. Ну, или IT. Да, но IT у нас, конечно, проще дистриализацию поднять. Ну, видите, надо же смотреть на ресурсы страны, что у нас есть, кого много, чего, какие возможности. Вот я лично вижу в этом плане, увидела эти возможности, и просто очень хочу помочь. Чем смогу? Конечно, мы люди независимые предприниматели, как бы, но... С другой стороны, сырье перерабатывать, это же бизнес должен сделать, а не государство. Абсолютно. А что государство в этом направлении сделать, немножко не нужно. А если взять, например, Кореи, так это вообще, они не имеют никаких сырьевых ресурсов, при этом имеют всю переработку. И сегодня мы у них покупаем сырье для своего производства, имея ресурсы. Понимаете, сырьевые ресурсы. И это очень удивительно, как это. Ну, давайте мы привлекем сюда корейских всех инвесторов. Ну, пусть они нас научат и сделают нам это все, транспорт, технологии переработки нефти, газа, я не знаю. Сегодня для наших перчаток бензонитрилок, каучук, тоже покупается в Корее, во всем мире, понимаете. Мы для своих шприцев тоже покупаем все в Корее. Ну, это же как-то абсурдно. Грубо, воздух гоняем, логистику кормим. К сожалению, Елена Эдуардовна, у нас вот именно на этой ноте уже время подошло к концу передачи. Я считаю, что это был интересный эфир. Вы знаете, действительно, вы назвали то, что мне понравилось, потому что ненавижу, когда просто у государства деньги просят. Нет, мы хотим не критиковать, а наоборот предлагать решение. Вот эта вот фраза, когда вы сказали, я сама сюда много инвесторов приведу, мне нравится. Давайте сделаем так, я приглашаю вас еще раз нам на эфир. Мы поговорим только о решениях. Сегодня мы проблематику подняли. Давайте поговорим о решениях более подробно, это было бы прекрасно. С удовольствием, у нас их много. Спасибо огромное, спасибо вам еще раз за сегодняшний эфир, спасибо уважаемым телезрителям. Я хотел бы, наверное, резюмировать эту передачу, действительно сказать, что фармацевтика важна. Еще важнее есть одна вещь, которая вообще очень важна. Перечисляя проблемы, нужно давать решение. Тогда мы придем к более такому осознанному обществу, которое умеет не только критиковать, а еще и критически мыслить, как бы они могли сделать по-другому. Это важно просто для нашего внутреннего понимания и правильной оценки того, что происходит. Спасибо огромное, спасибо за сегодняшний эфир еще раз. Вам спасибо. Оставайтесь с нами, после нас новости, не переключайтесь, а мы прощаемся с вами не более чем на одну неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова